Здравствуйте! Вы смотрите программу по существу. Меня зовут Татьяна Молокова. Сегодня у нас в гостях необычный гость. Он приехал в гости к юным журналистам. Но по большому счету журналистом не является. Это актер Иван Кокорин, больше известный как Чугун в фильме «Девятая рота», снимавшийся в фильме «Брат-2» и еще во многих других телевизионных российских фильмах. Иван, здравствуйте! Иван, мне очень интересно, как мальчишки, как молодые люди принимают решение стать актером. Вот почему вы решили стать актером? Я считаю, что это от судьбы, наверное. У каждого человека есть судьба, и моя такая судьба. А если ближе к телу, то... Знаете, я в школе играл в спектаклях. И после спектакля о Федоре Стрельце удало молодцы, я сидел один в коридоре, и, вы знаете, я поймал какое-то удивительное ощущение, какое-то необычное ощущение. Ощущение я тогда не понял, но понял, есть какая-то в этом огромная правда или сила, можно так сказать. Она заключается в том, что... Это я сейчас уже расшифровал. Заключается в том, что удалось подарить частичку тепла, частичку души, удалось поделиться энергетикой и получить в ответ еще реакцию. Поэтому как-то для меня это было таким вехом. И для нас это необычно было, потому что я из военной семьи, у меня папа военный инженер, мама учительница. Поэтому для нас это было, конечно, что-то такое, какие-то прикосновения к чему-то, я не знаю, к марсианам каким-то, я не знаю. Потому что мы не знали, кто такие актеры, я не знал, чем они живут, вообще живут ли они, кто они, волшебники или они простые люди. Поэтому вот таким образом моя судьба стала такой, какой она и стала. Ну, признаюсь честно, в «Братья-2» я не запомнила вас, вашего героя, а вот в «Девятой роте» действительно вызывали, были эмоции по отношению к герою. Вот что такое для вас съемки фильмов в «Девятой роте», фильме «Девятая рота», что для вас этот герой? Люблю работать в фильмах, которые несут в себе определенную мысль, несут в себе, которые актуальны. И я иду за режиссером. Мне очень понравился автор, мне понравился очень сценарий. И я понял, что надо все сделать, как-то пробуй пройти так максимально честно, чтобы попасть в эту картину. Потому что я понимал, что это история о нас, о нашей стране, о наших парнях, о нашей войне. Поэтому этот фильм стоит для меня особо. И поэтому, в общем-то, он и прогремел по стране, потому что он оказался нужным, нужен нам. Это наша с вами история. Ну, в вашем арсенале есть не только такие героические роли. Очень бывает, так встречаешь ваших героев и отрицательных героев в каких-то фильмах. Вот почему вы беретесь за такие роли? И насколько я вот прочитала, что все равно какого-то даже отрицательного героя вы пытаетесь мысль какую-то в него вложить. Для вас есть разница положительный, отрицательный герой? Для меня самое главное – это судьба человека. Нет абсолютно отрицательных персонажей, нет абсолютно положительных. В каждом из нас намешано много всего, только разное процентное содержание. И поэтому, когда мне предлагается роль, я прежде всего смотрю, ну, как сказать, судьбу человека. Если я могу эту судьбу сыграть, если я понимаю мысль, то, в принципе, для меня по большому счету не важно положительный или отрицательный. Я все равно любую отрицательную роль я сделаю положительной. Пойму, ради чего я это делаю и какую мысль я в себе несу. То есть, чтобы зрители сопереживали? Конечно, чтобы зрители сопереживали, чтобы они понимали причину следственного снятия, почему он так сделал. Иван, вы приехали на фестиваль юных журналистов «Волжские встречи». Зачем актеру приезжать к юным журналистам? Для меня, на самом деле, все очень важно, что связано с детьми. Потому что я считаю, что дети – это наше продолжение, это наше будущее. Какими громкими словами, громкие слова как бы не звучали, но тем не менее это так. А поскольку это все наши дети, поэтому самое главное – внимание и любовь. И, в общем-то, я приезжаю, чтобы отдать частичку себя, сказать, что вы нам нужны, почитать какие-нибудь стихотворения, сказки, дать понять, что существует дружба, существует любовь, существует взаимовыручка. Поэтому для меня очень важны такие встречи. Я, на самом деле, много посвящаю этому времени. Езжу и в детские дома, и в Петербург, и в Смоленск, и в Москву. И когда меня в прошлом году приглашали, но меня, к сожалению, я не смог. И в этот раз, когда меня Евгений пригласил, я с удовольствием принял это предложение, и я вижу, какой отклик в детях, и я от этого счастлив. Опять же, читая ваше интервью, читая какую-то информацию о вас, я прочитала, что вы хотите сыграть в детском кинематографе, и, в частности, сыграть роль Бабы Яги. Я вообще себя считаю сказочным персонажем. И если бы я жил бы в советское время, мне кажется, я бы из сказок не вылезал бы. Но поскольку с нашим детским кино у нас сложности большие, поэтому у меня, конечно, мечта, как можно больше поиграть, вообще поучаствовать в детских, приключенских, в сказках. Я очень люблю сказки, и вырос на сказках, вырос на сказках Александра Роу, в гостях у сказки была такая передача. Поэтому для меня это продолжение, знаете, такой русской, русская быль, русское слово, где мы говорим о волшебстве, мы говорим о доброте. И для меня это огромное значение имеет. И, конечно, когда меня приглашают на детские или там сказки, я практически, даже не читаю сценарий, нет, читаю, конечно, сценарий, соглашаюсь сразу и принимаю быстрое решение. То есть вы считаете, что в нашей жизни доброты, сказки не хватает? Я считаю, что мало, особенно телевидение. Именно поэтому я вам скажу, что я начал заниматься сказками, начал детям читать сказки, и у меня появилась своя программа, авторская программа, которую я буду развивать, дорабатывать. Называется «Как хорошо, что мы есть друг у друга» по сказкам Сергея Козлова. Иван, я знаю, что вы родом неподалеку от Чувашии, из Нижегородской области. Как-то не вяжется, чтобы актер был, жил, работал в Москве, а на самом деле он, вот он, практически наш земляк. Я по маминой линии из Нижегородской области, вот из Перевозского района, села Ягодное. И для меня это, знаете, настолько важно. Я чувствую, меня тянет к земле, меня тянет к своим предшественникам. Я раскапываю свою родословную. Я 15 лет начал заниматься своей родословной, в общем, дошел до восьмого поколения, спрашивал у живых и про бабушек, и про дедушек, и у теть. В общем, это очень интересно, потому что ничего не бывает просто так. Мы откуда-то все, у нас есть какая-то история, она передается по генам. И я в себе узнаю и частичку и прадеда, и деда. И для меня это очень важно. Очень важно чувствовать связь со своими предками. Мне кажется, в этом есть огромная сила. У меня, например, дед, мой дед родной был учителем, фронтовик, мамин, папа. Его не стало, мне было два года. Но всегда он выступал, его безумно любили дети. Он выступал на всех партийных собраниях. И вы знаете, его не стало, когда мне было два года. Я его не помню, но очень четко у меня ощущение, что он мне помогает в трудной ситуации. И вот что это такое? Я не знаю. И вот, кстати, на 9 мая в Нижнем Новгороде будет проводиться второй раз акция «Бессмертный полк». Это когда дети и внуки идут с портретами своих дедов. И вот второй раз мы будем принимать участие. Я буду идти с портретом своего деда. И мне это очень важно. Спасибо большое. Напомню, что у нас сегодня в гостях был российский актер Иван Кокорин. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»